Глава 14. Конор не поехал на работу, оставив Джейн у Хайет Плейс. Он поехал туда, где его ждали гораздо сильнее. Настолько сильнее, что посадили батарею его смартфона, стоящего на беззвучном, постоянными звонками и сообщениями. «Ты почему отключился?» — накинулся на него Райман, когда он вошел в кабинет Ричарда. И не отвечал, почему. Просторный кабинет шефа охранной фирмы «Дикие волки» и по совместительству вожака стаи с таким же названием был будто вырезан из 60-х годов XX века и бережно, чтоб ничего не растрясти и, не дай бог, не заменить случайно чем-то современным, перенесен сюда. Деревянные стены, пол, потолок, громоздкий стол, стенной шкаф с тумбочками и резной камин не могли похвастаться тем, что сделаны из одного сорта дерева, но это не мешало им выглядеть дорого и антикварно-ценно. Бра, светильники, большое зеркало над камином и картины, относились к тому, что не растряслось при переносе из прошлого. Четыре кожаных кресла, два дивана и софиты в потолке – к тому, что прибавилось после. Живое и шевелящееся наполнение комнаты, уносящий всяк входящего в нее на несколько десятилетий назад, было представлено Ричардом в кресле за столом и советом диких волков в полном составе, Джоном с Мелиссой в креслах почти по центру комнаты, мужчиной в ковбойской шляпе лет семидесяти на вид, его звали Чарльз, с седой стройной морщинистой женщиной, знакомьтесь, Оливия, на диванах у окна и Раймоном, быстро направляющимся к двери. Последний вскочил с кресла возле Мелиссы. Это было понятно по оставшейся там вмятине и тому, что он шел от него. «Батарея сдохла. Вы же звонили каждую минуту», – оправдался Конор. «Сдохла», – передразнил его высоковолосый. «А не отвечал, почему?» – «Обращался, беседу проводил, некогда было». «Как прошло?» – спросил Ричард. «Хорошо. Приняла меня за сумасшедшего, но поверила после обращения». «Давайте сюда», – улыбнулся Чарльз и протянул руку Мелиссе и Оливии. Те положили на нее по сто баксов. Они ставили на то, что Джейн удастся убедить без демонстрации обращения. «Порвала с вампиром», – быстро проговорил Раймон. «Нет еще», – помотал головой самый молодой волк. «Когда порвет? Где она?» «Я отвез ее к нему. Она хочет». «Что? Ты сказал, что ей нельзя с ним встречаться?» «Да, но я не мог приказать». «Сказал бы, что мы приказываем». «Остынь, Раймон», – перебил его шеф. «Она еще не в стае». «Ты объяснил ей, что они ходят по лезвию?» – посмотрел он на Конора. «Объяснил», – кивнул тот. «Но она, кажется, она по-настоящему влюбилась». «Не говори глупостей», – нахмурился зам шефа. Пыль в глаза пустил ей этот пижон, и все. Приехал на крутой машине, похвастался своей роскошной жизнью. Любая бы повелась. «В Хайэт Плейс отвез ее?» «Да». «А если он ей что-нибудь сделает? Когда она скажет, что все знает?» Джейн сказала, что он хороший. «Ты дурачок? Она же его сквозь розовые очки видит. Знаем мы, какие они хорошие. Поехали, Джон, подстрахуем. Позвони ребятам». Джон встал, вытащил телефон и стал тыкать по его экрану. «Войну хотите в гостинице устроить?» – спросил Ричард. «Сели все». «Но Ричард», – начал высоковолосый. «Я сказал, сели. Дональд не будет ждать, пока вы приедете». Уменьшившееся на один число сидящих увеличилось на три. Оливия сдвинулась с середины дивана, позволив Конору сесть возле нее. «Чарльз, позвони в службу безопасности Хайэт Плейс», – проговорил шеф. «Скинь им фотку Дональда и скажи, чтобы следили за ним каждую секунду». «Джон, отправь туда пять волков и спаян Эппл». Примечание. Ночной клуб в квартале от Хайэт Плейс, безопасность в котором обеспечивали дикие волки. «Пусть следят за Дональдом с Джейн и предупреди, чтоб не распространялись об увиденном. Строго предупреди». Подчиненные стали выполнять его приказы. «Подстраховаться никогда не помешает», – закивал главный. «Да», – закивал вслед за ним Раймон, – «особенно, когда имеешь дело с кровососами. Мы расскажем тебе кое-что», – посмотрел он на Конора. «Но только потому, что это напрямую тебя коснулось. Об этом никто не должен знать. Держи язык за зубами, понял?» «Понял», – ответил парень, переводя взгляд с него на шефа. «Вампиры похищают наших сестер», – продолжил Раймон. Конор округлил глаза. «Полнокровных родовых волчиц. Четверых уже сцапали». «Да ну, они что, охренели? В Портленде?» «Да», – сказал Ричард. «Вот причина грядущей войны, о которой я тебе говорил. Это же беспредел, и Дональд замешан в этом. Я не рассказал всей правды о нем на собрании и не мог рассказать обо всем, что происходит в Портленде. Главные всех стай договорились держать это втайне. Пока есть шанс разойтись миром, надо его использовать». «Какой шанс? Их надо поубивать, даже если они вернут похищенных». «Вот это я понимаю, здоровый и правильный молодой волк», – ухмыльнулся Раймон. «Вот поэтому мы и держим все втайне от молодежи», – покачал головой вожак. «Вы бы точно сделали что-нибудь глупое и необратимое». «Но как? Как по-другому?» – задыхался от возмущения молодой волк. «И как Дональд замешан в этом?» – вскочил он с дивана. «Не горячись, сядь!» – Конор сел. «Мы не позволим похитить твою сестру. Да и вряд ли Дональд хочет ее похитить. Похищают всегда полнокровных волчиц, полукровок не трогают. Я расскажу тебе все по порядку, чтобы у тебя была полная картина». В конце апреля в Портленде пропала девушка. В начале мая еще одна. Обе были из полнокровных родовых волчиц. Поэтому бесы заподозрили вампиров. Они потребовали у их главных вернуть сестер. Те сказали, что они ни при чем. А 20 мая пропала третья девушка. Обстановка накалилась. Бесы уже готовили нападение. Мэйсон успокоил их, сказав, что Ральф пообещал прислать своего внука Дональда для разруливания проблемы. А сам он не может выяснить, неужели вампиры будут ему врать. Вот именно, что даже Ральфу врут. И наши, и европейцы клянутся, что это не они. Но кто-то из них ведь врет. Мы склоняемся к тому, что это европейцы. Дональд с братьями прилетели через три дня после последнего похищения. Они ознакомились с ситуацией и стали ловить похитителей наживцов. На наших сестер? Вырвалось у парня. Ну да, не на своих же. Шеф рассказал ему про совместные спецоперации с вампирами. Так получается, он помогает нам? Развел руками Конор, обогатившись напрямую касающейся его информацией. Помогает, фыркнул Джон. Мы с бесами тоже думали, что помогает, сказал Ричард. Теперь сомневаемся. Сильно сомневаемся. Из-за того, что они упустили похитителя? спросил молодой волк. Ну да, ответил Раймон. Хер он после такого объявится. Место, место, покривил лицом Джон. Теперь ни место, ни похитителя. Вы думаете, что он с братьями заодно с похитителями? — вскинул брови Конор. — Да, — кивнул шеф. — Может, и не был изначально, но потом вкусил крови наших сестер и решил присоединиться. — Джейн! — вскрикнул Конор, вскочив и кинулся к двери. — Сядь на место! — гаркнул главный. — Но за ними будут следить волки покруче тебя. Успокойся! — Почему вы сразу не сказали мне об этом? — нахмурился парень, медленно и неохотно приближаясь к дивану. — Он же окучивает мою сестру! — Мы думали, ты и без этого ее отговоришь! — развел руками зам шефа. — А если он не смог отговорить без этого, то не смог бы и с этим, — высказалась Оливия. — Да, — посмотрел на нее нахмуренный и сел на прежнее место. — Это точно, Джейн бы ничего не сдержала. Она бы поехала к нему, даже если бы я представил его исчадие мада. — Тем более она неполнокровная, — вставил Джон. — Не знаю, какие у него планы, но вряд ли он будет ее похищать. — Но зачем? — спросил успокоенный этими словами Конор. — Зачем они пошли на такой беспредел? Они же прекрасно знают, что наших сестер нельзя трогать, их кровь запретная для них. — Запретная, но самая желанная, — проговорила Мелисса. — Ублюдки они, — выругался Раймон. — Ни души, ни сердца. Надеются, что грядущая война заметет следы их преступлений. Остальные поддержали это заявление молчанием и едва заметными кивками. — А Дональд продлевает этот беспредел своими постановочными спецоперациями, — продолжил высоковолосый. — Но он же спас вторую девушку, — пожал плечами молодой волк, сделав озадаченное лицо. — Чтоб очки заработать и время потянуть. Третью не спасет, увидишь. А озадаченное лицо Конора не прояснилось. — Ты позвонил Ральфу? — спросил он у Ричарда. — Насчет Дональда и Джейн. — Он недоступен. Опять свалил в дикую природу. — А Мэйсон знает про них? — Да, я сказал ему. — И что, не отменит теперь спецоперации? — Он хотел отменить. Я уговорил его не делать этого. — Отмена — это все, конец. После этого только война. Мы хотим дать Дональду последний шанс. У нас еще теплится надежда, что он не заодно с похитителями. — У меня ничего не теплится, — отстранился от нас Раймон. — И у меня, — поспешил обозначить свою позицию Джон. — Да, эта ситуация немного разделила нас, — закивал шеф. — Два против четырех. Но даже те, у кого ничего не теплится, — он глянул на тех, кого покинула надежда. — Согласны, что еще один шанс лучше немедленного начала войны. — Мэйсон тоже так думает. — Джейн с Дональдом зашли в лифт, — сообщил Чарльз, посмотрев на экран своего завибрировавшего смартфона. — Ну вот, повел к себе. — смачно хлопнул себя по ноге высоковолосый. — Отправь волков в соседний номер, — приказал вожак Джону. — Скажи, чтобы им дали ключ от номера, — повернулся он к старику-ковбою. — И от номера Дональда пусть дадут. — Моментальное реагирование на любой подозрительный звук, — потыкал он указательным пальцем в лысого качка. Полчаса поминаний лихом Дональда и переписки с волками, слушающих подозрительные звуки, говорящие о счастье, страсти и любви Джейн, спустя собравшиеся стали расходиться. — Я думал, мы друзья, — сказал Конор Мелисси, — когда они вышли на ночную улицу и попрощались с вышедшим вместе с ними Чарльзом. — Ричард запретил рассказывать про похищение и этого Дональда, — стала оправдываться та. — Что я могла сделать? Намекнуть? Да я и не считала это важной информацией для тебя. Кто ж знал, что он прицепится к твоей сестре? На это было трудно возразить и сложно обижаться. — Как бесы держат эти похищения в тайне? — спросил парень. Они не заявляют в полицию и запретили распространяться об этом. Обстановка сейчас и вправду накаленная. Мэйсон Гелис держал свою молодежь. Если следующая спецоперация закончится неудачей, они нападут на вампиров. И опять война. Война до приезда этого маньяка Альберта. Потом месиво. Его что, невозможно убить? Абсолютно. Он сам в прошлый раз всех самых сильных волков выкосил. Мы могли бы его убить, если бы у нас были оборотни Дауны. Оборотням Дауном надо еще добежать до него, а это нелегко. Его щупальца остры, как бритвы, и от них практически невозможно увернуться. И все равно до него добегали, я слышал. Добегали. Но мысли об обращении Даунов лучше оставь. Никто не поможет тебе, если ты нарушишь Магнабан. Но если Дональд обратит мою сестру, мы же тоже будем иметь право нарушить этот договор. Нет, волки с вампирами договорились помогать друг другу ловить нарушителей, а не отвечать на нарушение нарушением. Обращу 20 Даунов и скроюсь. Пусть ищут. А вы удивите Альберта смертельным сюрпризом. Последним в его жизни. Мелисса нахмурилась. Даже не вздумай, начала она. Да шучу, шучу, улыбнулся Конор. Но вообще-то мысль хорошая, если уж все равно не избежать войны. Избежим, не думая о плохом. Стараюсь. Мне кажется, наши вампиры заодно с европейцами. Если бы не были заодно, то остановили бы их. Или сдали нам. Война же коснется всех. Нас это тоже озадачивает. Видать, наши так снюхались с европейцами, что покрывают их. Хотя там и наши-то не все наши. Знаю, с линией Екатерины многие. Да, главари и половина остальных. Так что все может быть. Поэтому волки не будут разбирать. Там все виноваты. Прямо или косвенно. Да. Разберемся, если следующая спецоперация будет успешной. Ты веришь, что Дональд хочет помочь? Хочу верить. Он наш единственный шанс предотвратить войну. Ты думаешь, он реально хочет ее предотвратить? Я знаю, что он реально хочет навести порядок в Портленде. В следующем году в Сиэтл переезжает Габриэль. Старший вампир-лорд? Он самый. Поэтому наши вампиры более чем заинтересованы в наведении порядка в Портленде. Он слишком близко к их будущей столице. А война может затянуться. И атмосфера после войны будет не очень. Поэтому им лучше навести порядок без войны. Логично. Про переезд тоже нельзя рассказывать. Ричард строго-настрого запретил ему распространяться про похищение и спецоперации в Портленде, многократно усилив «держи язык за зубами» от Раймона. Про переезд можешь, я уже сказала Марии. С остальным потерпи. Пусть проведут эту последнюю спецоперацию. Хорошо. Волков еще не выбрали? С которыми вайдахо драпанем? Нет, не можем определиться. И Чарльзе с Оливией надо. И сильных, и молодых. Насчет тебя еще поговорить нужно. Ричард сказал, скорее всего, вместо тебя другого выберут. Из-за Джейн? Ну да, всякое может произойти. Вдруг Дональд ее обратит. Или просто убегут. Тогда меня исключат из стаи? Ричард будет вынужден это сделать. Понимаю. Я бы хотел, чтобы меня отстранили от бегства вайдахо. Но оставили в стаи. Хочу сражаться плечом к плечу с Ричардом. Надеюсь, так и будет. Я тоже хочу, чтобы меня отстранили от этого бегства. Ты домой? В Хайетт не хочешь заехать? Не, усмешки наших я бы еще выдержал. Но стоять возле двери, занимающейся любовью сестры, выше моих сил. Да, занятия не из приятных. Не переживай, они смогут ее защитить. Для пяти волков Дональд не проблема. Попрощавшись с Мелиссой, Коннор заехал в Эмеральд Лэнс, потусовался там для приличия около часа и отправился к Джейд. Мне не нравится, что Дональд заодно с похитителями, проговорил он, выложив ей самые сочные куски информации, включая те, которые были под строгим, но строгим запретом Ричарда. Зачем бы он спасал живца? И почему не скажет похитителям, чтобы они скорее объявлялись? Волки же злятся, что те пропали на три недели. Может, старшие тебе чего-то недосказали? Может. А может, специально наговорили, чтобы я напугал Джейн? Думаешь, она по-настоящему в него влюбилась? Думаю, да. Я поддержу ее. Главное, чтобы со стороны Дональда было то же самое. «Пойдешь против стаи?» Спросила Беловолосая. «Да, если не получится помочь тайно. Я не смогу пойти против сестры и не смогу остаться в стороне, если волки ополчатся против нее. Даже если она станет вампиршей? Да, это не лишит ее статуса моей сестры. Ты можешь порвать со мной сейчас. Я все пойму». «Не говори глупостей. Ты, значит, способен на риск ради любимого человека, а я нет? Но, Джейд, я с тобой. Поможем Джейн и переедем в другое место. Мы будем изгоями. Зато вместе». «Любимая», — проговорил Конор и прижал Джейд к себе. «Будем такими же беглецами, как Джейн с Дональдом», — поцеловал он ее. «Может, тогда и убежим вместе?» «А вот это уже ни к чему. С нами их быстрее найдут». «Да», — согласился парень. «Как и нас с ними. Встретимся, когда все уляжется». «Думаешь, уляжется?» «Вампиры не успокоятся, пока не найдут их. Да и наши тоже. Время всех успокаивает. Посмотрим». Разговор закрутился вокруг назревающей войны, миссии Конора и Мелиссы по возрождению стаи. Конор подал эту информацию так, будто она была той же свежести, что и остальные секреты, и перешел к дилемме о посвящении остальных друзей в свои планы и гаданию, что перевесит их преданность стаи или их преданность им. Молодость и желание насладиться друг другом отложили этот вопрос на потом, перенеся влюбленных на удобную широкую кровать. Глава пятнадцатая. Не выспавшаяся, уставшая, переудовлетворенная и перегруженная информацией о вампирских житие, способностях, радостях и горечах и заново по честному рассказанными фактами биографии своего бойфренда, Джейн была доставлена в родную обитель за полчаса до окончания официального времени завтрака в ней. Бессмертный доставщик и по совместительству виновник всех пунктов небодрого состояния девушки, довел ее до двери дома, нежно попрощался и укатил в Портленд. Хвост в виде джипа с пятью волками отстал от него в десяти километрах от Юджина. Поднимаясь по лестнице, наша героиня перезвонила трезвонившему ей с раннего утра брату. Она успокоила его счастливым, беспечным голосом и еще больше обеспокоила тем, что история с Дональдом не собирает заканчиваться и вообще настолько надолго, что, скорее всего, навечно. Мать позволила ей помыться и привести себя в порядок. Только она и Бог знают, как тяжело ей это далось. И приступила к допросу с пристрастием. От вчерашнего допроса он отличался больше эмоциональностью, встречными вопросами и тем, что обе стороны шептались, поглядывая в сторону двери, и замолкали, когда мимо нее проходил Томас. Мишель переживала за дочь, хвалила себя за то, что вовремя все поняла и сообщила Конору, и ругала жестокого вампира, решившего поиграть с чувствами невинной девушки, одновременно отвечая на вопросы последней про бабушку, волков и свой отказ от вступления в стаю, и рассказывая то, что ей было известно о красноглазых и их черствых сердцах. — Мам, я люблю его, — сказала Джейн после ее очередного выпада в сторону Дональда. — Это не любовь, он просто тебя охмурил, — последовал быстрый ответ. — Он сказал, что я не поддаюсь гипнозу. — Да я не про гипноз, я про то, что он охмурил тебя, как ребенка. — Подожди, ты что, знала, что я не поддаюсь вампирскому гипнозу? — Все родовые волки не поддаются гипнозу, я тоже. — Да? — Конечно. Как бы волки противостояли вампирам, если бы те могли их просто загипнотизировать? — А я уже думала, что я особенная, — сжала губы наша героиня. — Я говорю про то, что он охмурил тебя, как молодую неопытную девчонку, — продолжила мать. Конор сказал, что ему сто сорок два года. — Сто сорок два, а тебе всего девятнадцать. Представляешь, насколько он опытнее и мудрее тебя. Ему ничего не стоит обмануть тебя. Просто представь, каким бы он был, если бы не был вампиром. Дремучим стариком. Это был мощный, но неточный выстрел в Требушетта по крепкой стене веры девушки. — Скорее трупом дремучего старика, — улыбнулась она. — Он не обманывает. Он обратил бы меня вчера, если бы я попросила. — Ты что? Ты в своем уме? И снова камни Требушетта в сторону желания быть с Дональдом. Первый. Мы волки. Это предательство предков, братьев и сестер. Второй. Он не обратит. Его убьют за это свои же. Третий. Ты уже не будешь живой, потому что вампиры — это нежить. И ты не будешь даже живой нежитью, потому что тебя тоже убьют. Четвертый. Что я скажу дяде Тревору? Как посмотрю ему в глаза? Желание быть с Дональдом никак не пострадало от этой осады. Джейн отбила ее замечанием, что никого не предает, так как никому не присягала на верность. Заверением, что их не убьют, потому что у них есть план. Мать высмеяла этот план, сказав, что Дональд просто не хочет ее обращать, решил потянуть время и даже не удосужился придумать для этого что-нибудь получше. Восклицанием, что лучше уж скитаться по свету с любимым и погибнуть вместе с ним, чем чахнуть. Очень быстро чахнуть без бессмертия, — чуть не добавила она. Без любви и репликой смело посмотришь в глаза дяде Тревору и скажешь, что я счастлива. Шептуньи продолжили свою словесную потасовку в коридоре. Ответили на вопрос вышедшего туда Томаса, чего вы шепчетесь, репликами «О, ты не спишь?» и «Не хотели тебя разбудить» и перенесли сражение в общий коридор дома. Последние слова остались за старшей. Она крикнула «Не смей, даже не вздумай!» — на слова дочери. «Я приглашу его на ужин, увидишь, что он хороший». Джейн специально вышла пораньше, чтобы прогуляться до работы пешком и обдумать то, что было отложено на обдумывание с вечера и ночи. Совсем не потому, что ее машина осталась на парковке джинс-паба. Этот фактор не давал достаточной мотивации для пешего марафона и легко нивелировался вызовом такси. Сегодня на ней были бриджи ниже колен, футболка, бейсболка и сандалии. Все светлых тонов. Во время горячего перешептывания с матерью она получила сообщение от Дональда. Ничего важного. Просто сердечки, поцелуи, очередное восхищение сказочной ночью вместе и вопрос про самочувствие. Красивый, восторженный, пышущий любовью ответ нашей героини, который она начала строчить в общем коридоре своего дома и закончила, выйдя на улицу, также не отличался информативностью. Не совсем честно ответил на вопрос про самочувствие, ответ прекрасно честно описывал состояние ее души и врал про состояние тела, и задал встречный подобный вопрос, на который тут же пришло абсолютно честное, чудесно. Мысли о том, как живцам в спецоперациях Дональда оставить за собой след в воде, ждали своего обдумывания в голове девушки в первую очередь. Изначальная идея шарики-орбизы, которые как-то притащил на работу и вырастил в воде Патрик, усложнилась, обросла дополнениями и потребовала консультаций, помимо консультации с упомянутым коллегой, с крутейшим стилистом западного побережья Шоном и шефиней-кондитершей Эльмирой. Джейн хотела укрепить малюсенькие фосфорные шарики-орбизы на теле живца с помощью какого-нибудь тающего в воде вещества и замаскировать все это тональным кремом. Шарики должны были быть распределены по телу и заштукатурены разными слоями тающего вещества так, чтобы их высвобождение в воду было постепенным, поочередным. Этот план казался ей идеальным. Патрик должен был убедить ее в его идеальности, подтвердив, что бывают фосфорные шарики-орбизы, и он может их достать. Эльмира, обрадовав тем, что есть подходящее для заштукатуривания вещество, и она может с этим помочь. А Шон, заверив, что сделает так, что эти шарики не увидят даже при разглядывании в бинокль. Такое заверение было актуально, учитывая, что обмануть нужно было сверхъестественное существо с суперзрением. Обдумывание плана и выискивание погрешностей, которые могли пустить его на смарку и привести к еще одной упущенной девушке, было настолько занимательно, что, удивляться, мотая головой на лавину сверхнеобычной информации, перевернувшей и продолжающей переворачивать ее мир, наша героиня успевала только урывками между моментами, когда план казался ей уже гладко идеальным и моментами нахождения очередной шероховатости. В двух кварталах от джинс-паба Джейн дошла до мысли, что раз она придумала этот план, то она и должна быть живцом, с которым его воплотят в жизнь. Она укрепила эту мысль несколькими совестливо-логическими или логически-совестливыми размышлениями и даже четко с пятью действующими лицами представила, как ей будут делать переливание крови от полнокровной волчицы. Они такие же, как я. Почему только они должны рисковать? Потому что похищают их в городе? Потому что им не повезло родиться с такой притягательной для вампиров кровью? Но в успехе спецопераций заинтересованы все волки Орегона. Почему портлиндские должны отдуваться и рисковать своими сестрами за всех? Совестливо-логически утверждала и логически-совестливо вопрошала девушка. Фантастичность ситуации отрывала ее от реальности, притупляла чувство опасности и заставляла считать героические поступки обыденными, само собой разумеющимися, буднями и почти понедельничными делами. Она сбавила темп ходьбы, достала смартфон и набрала Дональда. «Малышка, как ты?» – перебил третий гуток радостный голос последнего. «Все хорошо. Ты как? Доехал?» «Отлично. Подъезжаю. Помнишь, я говорила, что у меня есть идея, как можно проследить за похитителем?» «Да. Уже переговорила кое с кем?» «Нет еще. Но, думаю, он одобрит мой план. Тебе удобно говорить?» «Да-да, все нормально». Джейн с возбуждением рассказала ему про свой план, упоминая потенциального живца в третьем лице. «Орбизы, кажется, тонут в воде». «Да, точно, тонут», – шарахнул он по ее идеальному плану. «И вещество это, которое должно растворяться в воде, будет с каким-то запахом». «Не говоря уже о тоналке, но идея хорошая». «Наша героиня стала быстро переделывать свое забракованное детище. Вместо орбизов можно использовать что-нибудь другое, и вещество найти без запаха, и тоналку поискать, или духами забрызгать сильно пахнущими». «Хм», – задумался вампир, – «идея точно хорошая. Давай подумаем до завтра». «Можно спрятать что-нибудь малюсенькое, типа шерстинок», – продолжала креативить девушка, – «пропитанных чем-нибудь сильно пахнущим». «Так похититель же учует». «А мы их тоже поместим в вещество, в маленькие шарики из вещества, чтобы они не сразу попадали в воду». «Сначала вода разъест вещество, потом высвободившиеся шарики». «Да, это ты хорошо придумала». «А чем можно пропитать шерстинки? Что ты можешь учуять лучше всего?» «Кровь, конечно, но мы не знаем, как далеко уплывает похититель. Это может быть и 50 километров от Портленда». «Да, это проблема. Похититель точно до 100 километров в час разгонялся? С девушкой?» «Должен до 100. Плюс-минус 10 километров». «Полчаса, значит. Грубо. Если за 50 километров уплывет. По суше же их легче вычислить. На суше не нужно оставлять следы. На суше они сами оставят. Главное – в воде проследить. Тогда нужно просто использовать разные вещества, быстро растворяющиеся и медленно. Ну ты голова! Еще бы найти эти вещества без запаха. И тоналку без. Мы же можем использовать сильные духи, не забыл? Такие масляные, чтоб не смывались в воде. Все равно лучше, чтоб поменьше своего запаха было у вещества и тоналки. Постараюсь найти такие. Я тоже поспрашиваю. Если все найдем и грамотно устроим, должно сработать. Обязательно сработает. Со мной. О твоем участии никто не должен знать. Ты будешь тайным советником. Тайным кукловодом операции. Я не хочу быть кукловодом. Я хочу быть живцом. Что? Шутки шутишь? Нет, я серьезно. Ты неполнокровная волчица. Забыла? Ты же сказал, если мне перелить кровь. Я сказал теоретически. Выброси эту идею из головы. Думаешь, это шутки – быть живцом? Это смертельно опасно. Почему? Ты же говорил, их не убивают. Случайно могут убить. Высосут больше, чем надо, и все. Вампиры часто забываются. Я не боюсь. Портлендские девчонки что, смелее меня? Или их жизни менее ценны? Их тоже кто-то любит и отпускает на это. Но, Джейн, я не смогу, Дональд. Не смогу отправить кого-то выполнять мой план. Я не прощу себе, если живца утащат. А я не прощу себе, если утащат тебя. Нет, Джейн, не продолжай. Ты слишком дорога для меня. Эти девушки тоже слишком дороги для кого-то. Но долг и желание предотвратить войну заставляют этих кого-то рисковать ими. Рисковать за всех. Война ведь не только портлендских волков коснется. Пожалуйста, Донни. Она начала называть его так вчера. Я знаю, что мой план сработает, но я сама должна быть живцом. Давай поговорим об этом позже. Хорошо, но не используй мой план с другими девушками. Да он же совсем сырой. Тогда не дорабатывай мой план, чтобы использовать его с другими девушками. Ладно, ладно, не буду. Спасибо. Ты уже на работе? Нет, только подхожу. А, ну, хорошего дня. И тебе. Целую. Целую. Пока. Пока. Возле джинс-паба мимо Джейн пронеслись восемь бородатых, одетых во все черное байкеров на крутых мотоциклах. Она остановилась и уставилась им вслед. Свободная, разгульная жизнь этих всадников железных коней, их дни, не похожие один на другой, и ночи, проводимые в толпах веселящихся безбашенных друзей, под звуки тяжелого рока и металла, давно манили ее. Романтическая прелесть всего этого далекого и одновременно близкого безумия больно тянула ее за сердце, настойчиво приглашая туда, куда ей было нельзя. На мотоциклы она вообще могла смотреть вечно. Они казались ей совершенством творческой мысли. Плавные изгибы, мощные колеса, фары, сиденья, блеск, запах и рев мотора создавали уникальную атмосферу приключений, опасности, дружбы, любви, преданности, путешествий и волшебства. Наша героиня обожала нежиться в этом ласкающем и порабощающем ее коктейле и не могла не потянуться за его шлейфом, хотя бы душой, когда байкеры проезжали рядом. Девушка понимала, что неполное погружение в байкерскую среду в виде туристических вылазок вместо их тусовок не даст ей нужных ощущений, а полное может навсегда отрезать от привычного мира и закрыть обратную дорогу в него. То, чем занимались байкеры, чтобы оплачивать свою свободную, разгульную жизнь с ежедневными тратами на гулянки, не вываливалось за рамки закона, а изначально было за ними. И всем, кто хотел быть с ними и жить так же, приходилось заниматься тем же. Джейн никогда не подсчитывала, сколько времени может уйти на погружение в мир байкеров и выгрузку из него без серьезных потерь позиций и статуса в мире обычном. Подсознание сделало это за нее. Поняла, что сие нескучное дело может растянуться либо надолго, у байкеров было больше уважительных причин не зарекаться от тюрьмы, чем у законопослушных граждан, либо навсегда. Байкеры ужасно обижались, когда те, кого они считали братом или сестрой, и посвящали в свои маленькие, большие и тянущие на пожизненные тайны, собирались их покинуть, и блокировало любые действия, ведущие к потере многих лет драгоценной жизни, позволив любоваться и мечтать о запретном только из безопасной дали. Байкерский мир был не единственным миром, заблокированным для реального погружения в сознании нашей героини. Ее подсознание опечатало входы в миры артистов цирка, мореплавателей, рок-звезд, книжных червей, хакеров, гонщиков, любителей лагерных посиделок у костра с гитарой, корейских поп-звезд, изобретателей, биохимиков, актеров, исследователей космоса, это я уже упоминал, и дикой природы. Одни из них были забиты гвоздями, другие залиты бетоном, третьи заварены железными листами, четвертые просто перетянуты ленточкой. Виды опечатывания зависели от того, насколько невозможными или недостойными потери реального времени считал их строгий и щепетильный опечатыватель. У него была четкая цель – сделать Джейн стабильно счастливой, именно стабильно, пусть без ярких извержений и счастья, но зато и без глубоких погружений в пучину отчаяния. И ограниченное время – 50-100 лет. Тратить года на подозрительные миры, обещающие вспышки радости вместе с отрывами от стабильности и пониженный уровень счастья в обычном, привычном для большинства людей мире по возвращению из них, из-за потери или ненакопления капитала и ослабления навыков, необходимых для его накопления и нормальной жизни, казалось ему нецелесообразным кощунством. Единственным условием, при котором подсознание готово было пойти на изменение своей политики сдерживания, являлось повышение, существенное повышение финансового благополучия своей подопечной. С миллионами зеленых за душой можно было легко и припеваючи прыгать из одного мира в другой, даже не возвращаясь в стабильный и привычный обычный. К тому же с хорошими финансовыми возможностями было легче очищаться от грязи и обрезать нити после некоторых не очень приятных погружений. Возможность обретения бессмертия и огромной силы, ворвавшаяся в жизнь Джейн вчера, встряхнула существующую политику сдерживания, пустив по ней трещины. Вечная жизнь и сверхспособности были гораздо круче миллионов и даже миллиардов зеленых за душой. Настолько круче, что подсознание побежало распечатывать двери всех интересующих его протеже миров, не дожидаясь получения этих переворачивающих все с ног на голову даров. «Я же буду бессмертной», смотрела вслед удаляющимся байкером девушка, «и сверхсильной. Я смогу без риска стать байкершей». «Мы с Доней сможем пожить пару десятков лет байкерами», широко улыбнулась она и продолжила мечтать в этом направлении и с тем же удовольствием, что и вчера. «Потом артистами цирка, потом поплавать по всем морям, создать рок-группу. У нас же будет уйма времени. Глупо будет жить его одной и той же жизнью. Мы будем прыгать из сообщества в сообщество, из культуры в культуру. Мы впитаем... О, как же я хочу стать бессмертной! Побыстрее бы!» В джинс-пабе Джейн быстро перечмокалась с теми из друзей, кто уже пришел, переоделась, да чмокалась с теми, кто объявился, пока она переодевалась, и повела Патрика на почти всегда пустой днем, обычно полупустующий вечером и частенько не до конца заполненный ночью, второй этаж. «Зачем тебе это?» усмехнулся коллега, когда она сказала, что ей нужно. «Для снотворного замедленного действия имей в виду, что вода и желудочный сок с разной скоростью растворяют. Мне нужно именно в воде, хочу кое-кого разыграть». «Как?» «Мы скоро к океану поедем, сделаю розыгрыш с красной краской». «А-а-а, типа тебя акула укусила». «Да». Это было ужасно неправдоподобное вранье, которое она придумала несколько минут назад, не отшлифовала, не обдумала и не выкинула к чертям собачьим из головы. «Но к чему тогда такие заморочки?» пожал плечами пухляш. «Можно просто лопнуть маленький пакетик с краской или с кровью. Нет, лучше с краской, а то реальных акул приманишь». «Да я пошутила. Это не для розыгрыша». «Я не могу сказать, для чего это, Патрик, но мне это очень нужно. Пожалуйста. Ты же общаешься со всякими умниками. Может, кто-то из них...» «Один из этих умников может сделать тебе то, что нужно». «Правда?» – обрадовалась девушка. «С любым временем растворения?» «Да». «Круто! Он что, химик?» «Он работает в Арджане, в лаборатории». «Арджан, Арджан», – стала вспоминать Джейн. «Они же делают лекарства». «Да, это крупнейшая фармацевтическая компания мира. Они знают, как делать вещества с разным временем растворения. У них есть медленно растворяющиеся капсулы, быстро растворяющиеся таблетки. И в воде, и в желудочном соке. Тебе точно не для желудочного сока?» «Я никому не скажу». «Точно, мне для воды». «Но соленой?» «Нет, пресной». «Хорошо, я переговорю с ним. Если согласится, дам тебе его номер». «Скажи, что я хорошо заплачу». «Насколько хорошо?» «Настолько, что он точно захочет взять заказ». «Ага, попалась. Значит, это нужно Дональду. Я не знаю других богачей в твоем окружении». Раскинул руками улыбающийся Патрик. «Да, это для него», – закивала девушка. «Только, пожалуйста, никому. Здесь нет ничего криминального. Верь мне». «Если нет криминального, то почему никому?» «Потому что я пообещала никому не говорить». «Неужели такой богач не мог найти это вещество сам? Что-то он темнит. Следы не хочет оставлять». «Нет, Патрик, я знаю, для чего это вещество. Оно не для того, чтобы принести вред. Оно для того, чтобы принести пользу. Больше я ничего не могу сказать. Я пообещала, извини». «Ну, хорошо. Допустим, что Дональд – спецагент и впутал тебя в одну из своих спецопераций». «Нужно срочно заканчивать этот разговор», – бледно улыбнулась наша героиня. «А то этот умник сейчас до всего дотукается». «Допустим», – расширила она свою бледную улыбку. «Так ты поможешь нам?» «Помогу. Только будь поаккуратней. Спецагенты проходят спецподготовку. У них спецшансы выжить в опасных ситуациях. А ты обычный человек». «Я ничем не рискую», – соврала рискующая буквально всем Джейн. «Смотри, давай я прямо сейчас все узнаю». Патрик достал смартфон и потыкал по его экрану. «Привет, Луис», – радостно проговорил он, поднеся трубку к уху. «Как ты?» «Хорошо. Как Гейн? Устроилась?» «Ну, тоже неплохо. Доча как?» «О, по стопам папы пошла. Я так же, в индустрии отдыха и развлечений. Вывожу ее на новый уровень». «Да, уже лучше». «Сильная была зараза». Луис спрашивал про мать Патрика. Пару месяцев назад она перенесла тяжелый гриб, после которого до сих пор приходила в себя. «Я тебе клиентку нашел. Вещество нужно, из которого вы свои таблетки делаете. С разным временем растворения в воде». «Он спрашивает, сколько нужно?» Спросил Пухляш у клиентки. «Да немного», — неуверенно ответила та. «Килограмм, наверное». «Килограмм», — проговорил Патрик в трубку. «Можно устроить?» «Тогда я ей твой телефон дам. Сами все обговорите». «Только не заряжай, как наркобароном». «Ладно, ладно, извини. Поймут же, что шутят». «Давай пока». «Телефоны у них прослушиваются», — улыбнулся кудрявый шутник, опустив руку со смартфоном. «Попасть может за наркобаронов». «Не можешь без своих шуток», — цокнула Джейн. «Сейчас позвонить?» «Лучше попозже. Пусть от шутки отойдет. Запиши номер». «В каком он городе?» — спросила девушка, записав телефон. «В Рядинге. Быстро придет посылка. Можно и самим туда съездить». «Да, три-четыре часа на машине». «Спасибо, Патрик. Ты очень помог». «Не за что. Пойдем вниз, пока Эд не раскудахтался». Патрик решил все проблемы и рассеял все сомнения, связанные с планом Джейн. Будто поставил его на ноги после взбучки, устроенной Дональдом, похлопал по плечу, сказал «здоров» и перечеркнул большой зеленой галочкой главврача обходной лист, избавив от необходимости консультации с другими врачами перед выпиской Эльмирой и Шоном. Универсальный Луис мог сделать все сам и гораздо лучше, чем они. Глава шестнадцатая. Новость о романе Дональда и Джейн раздвинула чьи-то крепкие зубы, вырвалась на свободу и еще до полудня пронеслась по всем оборотням города, вызвав широкий спектр реакций. От неверия, удивления и злости до презрения, ярости и жгучего желания что-нибудь предпринять, чтобы смыть пятно позора со стаи и, если получится, семью Конора. Как она могла? Да она же не знала. А Конор куда смотрел? Предупредили же, что высший кровосос в городе. Кто же мог подумать, что он пойдет на такое? Давайте порвем его. Он всего-то пятого уровня, мы втроем его одолеем. А Ральфа кто потом одолеет? Так он же нарушил. Ральф сам теперь в косяке перед Магнусом. Он еще не нарушил, он ее не обратил. Так к этому же идет. Вряд ли, он же не самоубийца. Его первого порвут за это. Свои же, поиграет и бросит. А нам жить с этим? Неужели его никак нельзя наказать? Послушаем, что скажут старшие. Такими разговорами были увлечены практически все юджинские волки. Телефон Ричарда разрывался от звонков и сообщений, показывая уровень гудения стаи. Собрание провести надо, предложил ему Джон. Молодежь бушует, как бы не натворили чего. Болтуные гребаные, выругался шеф. Ты же сказал им не болтать. Да, строго-настрого запретил, закивал лысый. Не поняли, наверное, серьезность? Не поняли серьезность. Тебя, значит, всерьез не воспринимают. К трем всех собери. У меня. А болтуны на час раньше пусть приедут. Паразиты. В 3.10 последний дикий волков из стаи дикие волки называли просто дикими. Это был вечно опаздывающий, пользующийся положением самого старшего волка стаи Чарльз, проехал через ворота ухоженной родовой усадьбы Ричарда, аккуратно припарковал машину, вышел, побурчал, что все места в тени заняты и быстро пошел к молодежи. Для него они все были молодежью, собравшейся в большой беседке перед двухэтажным особняком. Вожак подождал, пока он возьмет стакан сока и булочку с фуршетного стола по центру беседки, усядется на одной из трех длинных скамеек по краям и продолжил экстренное собрание. Он говорил о невиновности Конора и недопустимости обвинений внутри стаи. Его слух и зрение уловили нелестные высказывания и неприязненные взгляды некоторых волков в сторону брата Джейн, и он решил пресечь разгорающуюся вражду в самом начале, пока его сил и объяснений еще могло хватить на это. «На его месте мог оказаться любой из вас», — обвел он взглядом собравшихся. Пять болтунов из Spine Apple сидели вместе и отходили от устроенного им разноса. Никто из них не сознался в проступке, и все поклялись в своей невиновности. «Не любой, а тот, кто не следит за сестрой», — высказался черноволосый бородатый амбал, его звали Клайд, на которого тут же злобно вылупились девушка и друзья не весело. Нет, скорее мрачно выглядящего Конора. «Отставить такие разговоры», — рявкнул вожак. «Конор не мог следить за сестрой круглосуточно, и никто из нас не мог предположить, что кто-нибудь из вампиров пойдет на такое. Единственный виновный здесь Дональд. Он старше Чальза. Представляете, как трудно было Джейн, совсем еще ребенку, противиться его чарам?» «И его машине», — вставила короткостриженная блондинка с татуировкой волка на шее. «И деньгам», — добавил кто-то. «И желанию стать могучей и бессмертной», — высказался высокий парнишка в светлом костюме, похожий на анимешного героя. «Джейн не знала, что он вампир», — крикнул Конор, грозно посмотрев на него. «Она вообще ничего не знала, ни про них, ни про нас». «А-а-а, извиняюсь», — поднял руки анимешный, которого часто звали Арни, реже Арнольд и совсем редко Арнольд Шварценеггер. «Тогда только машина и деньги остаются». «Еще красота», — закивала одна из девушек. «Вы же видели его фотку? Перед таким мало кто устоит». «Ты бы точно не устояла», — усмехнулся парень с аккуратной бородкой. «Хватит», — отрезал Ричард. «Отставить эти разговоры. Не предавайте этой ситуации ненужных красок. Джейн еще не поняла, с кем связалась. Я сам проведу с ней беседу и все объясню». «На обращение Дональд не решится, не переживайте. Даже Ральф не спасет его, если он нарушит запрет». «Конечно, не решится», — закивал Клайд. «Наиграется и бросит». «Вот это нас и бесит», — закивал вслед за ним Раймон. «Так вот, откуда ноги растут», — подумал шеф. «Вот кто все разболтал». «Но зачем? Войну, что ли, хочет устроить?» «Так, так, так», — проговорил он вперев взгляд своего зама. «Значит, это ты разболтал?» «Стая имеет право знать о таком», — заявил тот. «А ты не имел права нарушать мой приказ». «Раймон прав, мы имеем право знать. О нас ноги вытирают, а мы даже знать об этом не будем», — послышались голоса собравшихся. «Я гляжу, ты не только разболтал», — нахмурился Ричард на Раймона. «Я объяснил молодежи, что это вопиющая дерзость со стороны вампира», — проговорил последний. «В общем, постарался на славу», — процедил вожак. «Молодец. Ладно, позже с тобой разберусь. Дерзость это или не дерзость, неважно», — переключил он внимание на остальных. «Мы ничего не можем сделать Дональду, пока он не нарушит запрет. Я обещаю поговорить с Ральфом и попросить его принять меры. Я хотел поговорить с ним вчера, но он был недоступен». «Ральф погрозит ему пальчиком и скажет, что меры приняты», — вставил высоковолосый. «Наши чувства и честь им по барабану». «Да, точно. Вот именно. Плевать они на нас хотели», — получил он словесную поддержку от четырех волков и молчаливую, выраженную кивками согласия, еще от семи. «Мы не можем убить Дональда, но кто сказал, что мы не можем его потрепать», — выразил то, что было на уме у многих Джон. «Не вздумайте», — резко повернулся к нему Ричард. «Трепки будут приводить к ответным трепкам, пока не приведут к убийствам и войне», — высказался Чарльз. «Чарльз прав», — сказала Мелисса. «Первая трепка уже может закончиться убийством». «Да», — кивнула Оливия. «И мы еще будем рады, если убьют не Дональда». «Будем рады, если убьют волка из нашей стаи, а не Дональда», — воскликнул Раймон. «Нет, так низко мы не пойдем. Предки проклянут нас. Они бы не радовались смерти волка. Они постоянно сражались с вампирами и не давали им спуску. И умирали молодыми», — напомнил старший долгожитель стаи. «Зато с честью». «Сейчас другие времена», — проговорил вожак. «Мы стараемся жить в мире с вампирами и беречь наших братьев и сестер. И делаем из них слабаков. Правда в том, что вампиры боятся воин больше, чем мы. Они дорожат своими вечными жизнями и блефуют, когда говорят, что рады встретить смерть. Наши предки давили на это и продавливали их. Прекрати. «Вампиры-лорды и их дети переживают за своих отпрысков, боятся, что их убьют. Даже Магнус боится за своих внучков, поэтому и подписал Магнабан. Мы должны давить на их страх и не позволять им лишнего». Большая часть собравшихся одобрительно загудела. «Ричард наш вожак, и мы должны подчиняться его приказам», — крикнул Чарльз. «Не разваливай стаю, Райман». «Он не разваливает. Он пытается спасти ее от ослабления, к которому приведет бездействие», — возразил Джон. «Бездействие запятнает нашу честь и опустит дух». «И ты туда же», — злобно посмотрел на него Ричард. «Знал ведь, что это Райман разболтал и смотрел, как я ору на невиновных. Да и они знали и не выдали. Придется перейти к жестким мерам». «Кто из вас двоих хочет оспорить мое лидерство?» — зловеще спокойно спросил он, переведя взгляд с Джона на Раймана. Те будто уменьшились после этих слов. Даже высокая прическа Раймана показалась не такой уж высокой, примерно трети собравшимся. Оспорить лидерство можно было только через поединок с вожаком стаи. Оспаривающие могли стать вожаками в случае победы и умереть или отправиться в изгнание в случае поражения. Проигравший вожак терял свой трон и иногда жизнь, но не изгонялся из стаи. Джон с Райманом понимали, что их сил в бою с Ричардом может хватить только на то, чтобы выцарапать себе изгнание из стаи вместо смерти. Они устраивали шуточные схватки с ним почти каждую неделю и ни разу не заставляли его сдаться, даже сообща. «Ты что, Ричард?» — бледно улыбнулся высоковолосый. «Мы не думали об этом, просто хотели высказать свою позицию». «Да, просто высказали мнение», — закивал лысый. Тем, кто не находился у руля, всегда легче высказывать свои идеи и мнения. Они могут ратовать за что-нибудь радикальное, что-нибудь не очень популярное, что-нибудь популярное, но, скорее всего, не ведущее к хорошей жизни и процветанию, что-нибудь вроде ведущее к Вандерфул Лайф, но сильно рискующее свернуть туда, где нет ни Вандерфула, ни даже Лайфа. Лидерам намного сложнее. От них требуются не ратования, а конкретные действия. Такие, которые понравятся недалеким подопечным своей краткосрочной перспективой. Далеким, долгосрочной и всем вместе красивыми подачами и исполнениями. — Высказали, теперь помалкивайте, — угрюмо проговорил Ричард. — Пока я вожак, и пока я несу всю полноту ответственности за каждого члена нашей стаи, я буду решать сам, что нам делать. Никаких трепок Дональду не будет. Я поговорю о его поступке с Ральфом и проведу беседу с Джейн. Если они продолжат общение, мы исключим Конора из стаи. Он посмотрел на еще больше помрачневшего и нахмурившегося Конора. — Извини, но по-другому нельзя. Либо мы исключим тебя, либо нашей стаи объявят бойкот все семьи. — На нас все равно будут косо смотреть, — сказала немышный. — Не будут, если вы не будете болтать. Я должен доложить об этом старейшинам и вожакам всех стай Орегона. На сходке через два дня. Они поймут нас, а остальным про это знать не обязательно. — Думаете, такого не было раньше? Думаете, Дональд Первый, позарившийся на запретную? В прошлом столетии такое случилось два раза. — Что? В каких семьях? В нашем штате? — прозвучали вопросы собравшихся. — Да, в нашем. Не могу сказать, в каких семьях. Узнаете, когда сами станете старейшинами или вожаками. — Дополнительный стимул пожить еще немного, да? — усмехнулся вожак. В обоих случаях волки повели себя разумно, не устроили скандал и не развязали войну. Неужели мы не сможем повести себя так же? Неужели дадим ярости, пусть и справедливой, согласен, погубить нас? Многие присутствующие, понимающие, кивали. Среди них были и те, кто кивал до этого словам Раймона. — Я хочу, чтобы вы все жили, — продолжал Ричард. Я хорошо знаю и люблю каждого из вас. В каждого из вас вложена моя любовь и энергия. Я хочу увидеть, как вы станете взрослыми, матерыми волками. Хочу и дальше направлять и обучать вас. А вы? Хотите этого? Хотите, чтобы наша стая развивалась и крепла? Или хотите, чтобы она постоянно набирала молодых волков, обучала их несколько лет, теряла и набирала новых? Хотим, чтобы крепла. А может, мы и не умрем? Может, Ральф похвалит нас за трепку Дональда? — раздавались голоса. Шеф улыбнулся. Договорились. Если Ральф даст разрешение на трепку, то хорошенько вздуем Дональда. Я сам буду рад потаскать его по лесу. Но без разрешения — не-не. За самодеятельность изгоню из стаи. Несмотря на то, что люблю и сильно не хочу этого. — Про это еще никто не знает? — спросил Клайд. — Да, вы первые. Вряд ли Дональд будет распространяться о таком. Так Джейн уже фотку с ним выставляла на фейсбуке, — усмехнулась блондинка с изображением волка на шее, известная всем по имени Диана. — Лицо скрыла, но по прическе и фигуре можно догадаться. — Я думала, что это мой бывший, но когда узнала про Дональда, сразу поняла, что это он, — сказала брюнетка в джинсовых шортиках и рубашке, сидящей рядом девицы. — Ай! — скривил лицо Ричард. — Этот фейсбук! Чтоб все его сервера полетели! Ничего сейчас не скроешь! — Она уже удалила эту фотку, — выровняла его лицо Диана. — Я ее заскриншотила, — шепнула брюнетка в джинсовых шортиках соседки. — Это хорошо, — закивал главный. — Дональд, наверное, попросил. Боится, понимает, что по лезвию ходит. Ладно, будем надеяться, что волки из других семей не следят за ней. — Еще как следят, — разбила его надежда блондинка. — Ее многие знают. И портлинские следят. Насчет портлинских не знаю, но мэтфорские и сейлемские ее лайкают. — А почему именно про портлинских, — спросил, — поинтересовался Арни. — Дональд туда постоянно ездит, — ответил Ричард. — Не хочу, чтобы бесы ему что-нибудь сделали. Они горячие головы. У него не было серьезных оснований считать головы мэтфорских и сейлемских собратьев холоднее голов волков из Портлинда. Зато были серьезные основания полагать, что новость об интрижке Дональда с запретной повлияет на настроение последних, и они отменят спецоперации. Вторая часть собрания диких не несла никакой важной информации. Была более чем бледна на резкие смелые заявления и гораздо богаче первой части на шутки, смех и подходы к фуршетному столу за закусками и напитками. Вожаку нужно было разрядить атмосферу и лучше понять настроение подопечных, прежде чем распускать их. Подопечным хотелось подольше побыть друг с другом, понежиться в добродушных словах вожака и окончательно увериться в том, что ситуация с Джейн далеко не конец света, и не стоит париться и рисковать жизнью из-за ерунды. В самом начале этой, так мной названной, второй части собрания Ричард приказал хмурым, недовольным и не дающим расслабиться другим Раймону с Джоном удалиться. «В девять ко мне в офис», — бросил он в их удаляющиеся затылки и спины. «Хорошо», — ответил за двоих его зам. «Их уход положил начало разрядки атмосферы и помог шефу быстрее и глаже довести ее до полного разрежения. «Ладно, на сегодня все», — громко похлопал он в ладоши. «Когда больше всех кивавший и громче одобрительно гудевший Раймону Клайд стал улыбаться и поддакивать его словам. «Конор, останься», — добавил он, когда все встали и потянулись к выходу из беседки. Конор, идущий за руку с Джейд, остановился. «Я подожду тебя», — сказала ему любимая и поцеловала. «Я тоже», — кивнул Майкл. «Да, все подождем», — проговорила Мария. «Ты не спешишь?» — спросила она у Мелиссы. «Нет», — помотала головой та, — «пойдемте к пруду». На территории ухоженной усадьбы Ричарда располагался не менее ухоженный пруд с белыми лебедями, беседками и лодками. «А вдруг надолго?» — кивнул в сторону шефа Конор. «Или поедем куда с ним?» «Тогда тем более остаемся», — улыбнулась Джейд. «За вами поедем». «Ты не переживай», — сказал Ричард Конору, когда тот подошел к нему. Из беседки выходили три последних парня. «Садись», — хлопнул он возле себя, присев на лавочку. «Да как не переживать», — нахмурился молодой волк, сел на хлопнутое место и уставился в пол. «Семья все для меня, а тут такое. Думаешь, Джейн не порвет с ним?» «Вряд ли. Влюбилась она. Может, это все-таки гипноз? Не могла же она так быстро его полюбить?» «Нет, точно не гипноз. Если бы она была ниже третьего поколения, тогда еще да, бывало. Но она шестого». «Значит, точно сама полюбила. Да. Хотя в этом можно не обвинять Дональда. Если бы она поддавалась гипнозу, Раймонд был точно устроил войну, используя этот аргумент. «Нет, не переживай. Твое исключение не будет долгим. Они либо расстанутся, либо, как это ни прискорбно, погибнут. В обоих случаях я верну тебя в стаю. Не сразу, но верну. Я не хочу, чтобы она погибала. Тогда сделай все, чтобы она порвала с ним. А они могут быть вместе, если он не будет ее обращать. Они все равно расстанутся, когда она начнет стареть. Тогда ей будет еще больнее. И чем дольше это затянется, тем дольше ты не будешь членом стаи. Поэтому сделай все, чтобы она порвала с ним как можно скорее. Но как это сделать, если они и вправду любят друг друга? Ты уже и в Дональде уверен? Не забыл, что он заодно с похитителями наших сестер? Не верится мне, что он заодно. Мы же тебе вчера объяснили. Да, он, скорее всего, покрывает их. Не хочет ловить, но вряд ли прям заодно. Да и Джейн в нем уверена. А у нее хорошая интуиция. Не забывай, что он не человек и даже не живое существо. Интуиция могла подвести твою сестру. Пообщайся с ним сам. Меня тоже может подвести интуиция. Я никогда не общался с высшими вампирами. Главное, узнай, любит он ее или просто играется. Зачем? Если любит, то пусть дальше общаются. Нет, ты надавишь на расставание в обоих случаях, но по-разному. А нельзя спрятать их, если он ее любит. Спрятать, когда он ее обратит? Нахмурился шеф. Спрятать двух вампиров, а всех вампиров и оборотней? Выбрось это из головы. Я люблю тебя и всех волков нашей стаи и не могу рисковать вашими жизнями ради спасения вампиров. Вот напасть на наши головы, шлепнул он себя по ноге. В прошлом году на общем собрании стаи Северных Штатов Раймон хвастался, что Джейн будет самой красивой волчицей Севера. Он показал собравшимся ее фотки, и нас утопили в восхищениях. Мы сидели с гордыми лицами и наслаждались лестными словами вожаков и старейшин, будто хвалили не твою сестру, а нас. Знали бы мы тогда, чем для нас обернется ее красота. Эх, ладно, что нам теперь? Красивых сестер и дочерей нельзя иметь из-за этих вампиров. Поговори с Дональдом. Я более чем уверен, что он не хочет ее обращать и прекратит эти отношения, даже если любит. Обращение приведет их обоих к смерти, продолжение отношений к усугублению ситуации, слезам и горю, которые все равно не отменят расставание. Если он дружит с головой, то расстанется, не переживай. Да, чем скорее он с ней расстанется, тем меньше горя принесет, кивнул Коннор. Если он вправду ее любит, то поймет, что должен исчезнуть. Я поговорю с ним.